И все, привет, ребят, с вами Старбайк, и сегодняшний видеоролик посвящен тесту одного очень интересного устройства, которое вышло у нас вчера, это одно из немногих устройств, которые мне реально интересно протестировать, исходя из того, что у нас появилось новое, да, то есть у нас были новые устройства на Twins в большом количестве, из них я половину тестанул, половину даже внимания не обратил, но устройства были довольно такие неплохие, но, 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 вчера у нас в игре появился очень, очень интересный фриз, который накладывает эффект подавления и при этом еще и морозит, я, конечно же, к таким устройствам отношусь с повышенным интересом, и считаю, что это устройство может очень и очень жестко быть полезным, да, возможно, с точки зрения получения очков, оно не будет сверхэффективное, как, например, устройство с подавлением, да, ой, с подавлением, говорю, с пробитием, да, на фризе, но здесь получается два очень интересных эффекта, то есть вы помимо того, что замораживаете оппонента, еще вопрос, насколько сильно вы замораживаете оппонента, накладываете эффект подавления, то есть вы отключаете дроны у противника, который не имеет иммунитета от подавления, плюс, ко всему прочему, за счет заморозки противника вы убираете у него ддшку, то есть очень крутых два эффекта, которые безумно полезны в матчмейкинге, если вы играете в нем не соло, а в командах, да, то есть соло, может быть, не так жестко это будет эффективно, не так много пользы вы сможете приносить, приносить, но с точки зрения игры командной, групповой командной игры, да, то есть, например, вот как мы в последнее время, если на стримы заходите и играем в осаде, там довольно такие плотные рубочки, то этот фриз будет показывать очень много эффективной работы, поэтому сегодня вместе с вами мы его протестируем, я его одеваю, что касаемо корпуса, то, наверное, давайте я останусь на паладине, тогда у нас будет сразу два эффекта на... даже три эффекта будет, да, то есть у нас будет еще дополнительно пробитие с овердрайвом от паладина и подавление, но подавление у нас и так будет фриз давать, то есть получится тоже неплохая дополнительная комбо. Ну и по дроном я возьму ловкача, считаю, что ловкач в этом плане с такой комбинацией будет приносить максимальную пользу и за счет этого можно будет выжать интересное количество очков. Так, сыграем, я думаю, что мы сегодня всего лишь один бой, долго я думаю, что мы тестировать ничего не будем, поэтому давайте, я думаю, что запикаемся в режим контроля точек, объективно это один из самых лучших режимов для фриза, и если сейчас нас запикает не на большую карту, то мы увидим как раз-таки в действии всю полезность этого фриза. Самое главное для меня сейчас это то, чтобы он очень неплохо наносил заморозочку. Если заморозка будет примерно такая же, как у фриза, который наносит пробитие, то это будет не очень хорошо, поэтому смотрим, что у нас тут. Вот, ну есть, есть контакт, поинтересней, 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 пробитие послабее фриз морозит, ну не сказать, что здесь сильная, конечно, идет заморозка, но надо еще посмотреть на танках, которые чуть подольше живут, ну вроде как они даже лопаются как-то очень просто. Урон хороший, урон больше, чем у фриза, который с шоковой заморозкой, больше урон, да, ну и вы понимаете, что вы отключаете сразу еще и ддшку, еще и дрон. Ну, прикольно, прикольно, я скажу, прикольно, пока что очень даже неплохо. Так, заберем сейчас дроповую здесь ддшечку, но это на киллы чисто, рубилка на киллы такие конкретные. Так, здесь будет голд сейчас падать, лаг сервера, очень удачный, лаг серва и все типы. Ого, блин, ну ладно, заберем, я, конечно, этот голд особо здесь не интересен. Но, вот, например, что касаемо резиста от фриза, да, резист может быть немножко будет полезен и будет где-то чуть-чуть спасать, но не так серьезно, наверное, не так серьезно. Поэтому давайте пробовать выжимать максимум, чистый максимум, да, вот сколько здесь можно будет выжить. Мне даже самому интересно, сколько на этой комбине я смогу максимум выжить очков. Убивает очень неплохо, да, эти два статус эффекта работают очень бодро. Заморозка примерно, примерно средняя, как заморозка у обычного фриза, да, может быть чуть-чуть слабее. И при этом у него есть еще дополнительный статус эффект. Но это прикольно, это имбово. Это смотрится довольно-таки заманчиво. Я, честно говоря, думал, что она будет послабее, и тогда эффективность будет не такая крутая. Да, найс. У него иммунитет от подавления, но при этом я еще ему два эффекта сверху наношу. То есть, ну, получается вообще бомбическая комбинация. Так, сюда, 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 сюда. Оп. И еще добавочки. Разворотик. Добавочки, добавочки, добавочки. Хорошо. Криты очень частые, по 1800. 1800 с шоком, мне кажется, что тоже 1800 были криты. То есть, с критами здесь все в полном порядке. И, ну, фриз вообще, в принципе, сейчас очень больно критует. И если у тебя есть еще вот такие вот всякие интересные статус эффекты, то получается бомбически, получается бомбически. Мне нравится пока что, что получается. Хотелось бы дать, ну, наверное, каких 40-50 кг за такую катку. Если это реально, то было бы очень неплохо. Нужно просто понимать, что в тех боях, в которых нужно чуть больше напрягаться, и в тех боях, где решают разные устройства, да, я все возвращаюсь к той же осаде, да, в которую мы играем в последнее время, где у нас там происходят очень интересные рубочки, там решает большее количество разных устройств, да, разных пушек. И если у тебя, например, есть такой фриз, помимо того, что у тебя есть всякие гауссы с пробитием, пушки с отключением расходки, да, те же Теслы с Эмми, то когда у тебя еще есть вот такая вот махина, которая будет морозить и еще и давать подавление сверху, да, то есть, например, в каком-то очень важном моменте противник просто-напросто не сможет поражать овердрайв, не сможет иметь дополнительный бонус от своего танка, да, то есть от своего дрона, потому что ты просто подавлением снимаешь этот дрон, да, понятное дело, что там если у тебя есть замечательный Брут или Гиперион, да, вроде как, но Гиперион я вообще не считаю за полезный дрон, да, то есть если у тебя есть Брут, то ты ничего не наносишь, но с ними же никто не играет, сейчас по большей части в матчмейкинге присутствует защитник, бустер, ну и, конечно же, Кризис, да, то есть вот эти три дрона в большом количестве, поэтому я вам скажу, что вообще нет никаких проблем с тем, что ты заезжаешь к противнику и уносишь его расходку, просто, до свидания, сразу говоришь его расходки и начинаешь разваливать, ну и нужно тоже понимать, что если ты еще сверху паладина овердрайв юзаешь, да, ты даешь хил на всю тиму, ты даешь защиту от всех статус эффектов, и при этом еще у тебя на корпусе и пушке сразу три эффекта есть, да, то есть, ну как бы подавление и так сам паладин дает, вот, но если у тебя, например, хоп-хоп, там что-то не получилось, подава не сработала, овердрайв пропал, то у тебя хоп и сразу Фризис сразу эту подаву добавляет, ну и вообще, в принципе, без овердрайва, когда у тебя пушка наносит подавление, я считаю, что это очень имбовая тема. Для меня самый главный аспект и главный фактор нагиба этого устройства, это была заморозка, да, то есть, понять, насколько сильно морозит противника это устройство, да, если бы оно не морозило бы сильно, а морозило примерно так же, как морозит у нас Фризис с пробитием, да, то есть, там вообще эффект заморозки очень и очень слабый, то я бы, наверное, сказал бы, что это, ну, наверное, не самое лучшее, не самое интересное устройство, да, а здесь я могу с уверенностью сказать, что это то устройство, которое может быть с точки зрения накопления большого количества очков, не будет сверх актуально, да, то есть, ну, ты не сможешь тут безумные какие-то большие цифры на нем набивать, не будет у тебя, там, столько очков, как у тебя будет, например, там, со страйкером с дистанционкой или, там, с Теслой какой-нибудь, которая сейчас нагибает очень жестко, да, но, 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 максимально полезной команде ты будешь, и полезен ты будешь именно в тех боях, где есть большое количество разных устройств, дронов и тех игроков, которые играют очень жестко в плане своих прокачек, да, может быть, в таких боях, где противник не имеет повышенного количества дронов, устройств и прочих, польза этого фриза не будет столь сильно заметна, но в тех боях, где большое количество игроков понимает, что они делают, этот фриз будет максимально приносить свои плоды. Так, у нас 7,5 минут до конца, вроде как все, что хотел сказать, я уже сказал, поэтому давайте попробуем сейчас максимум сделать с этого фриза и посмотреть, что я могу вообще здесь набить и смогу ли я с этим приза паладином выиграть эту замечательную катку. Делаем акцент исключительно на точке и стараемся выиграть. 25 киллов у меня есть за полбоя, в принципе, наверное, примерно стандартно дефолтное количество киллов за такой период времени на ближнебойной пушке. Понятное дело, что на каком-нибудь, там, ну, как я уже говорю, там, Тесле, Гауссе, Страйкере можно было бы набить здесь намного больше, но для продува это вполне себе хорошее количество киллов. Поэтому пробуем сейчас выигрывать эту катку. У нас все точки, к сожалению, противник отбирает. Мне было бы неплохо, наверное, контролировать низ и, если что, периодически ехать влево. Да, то есть вот эти две точки на контроль делать. И самое главное здесь остраивать овердрайв под конец боя. Если у меня под конец боя здесь будет овер, то будет очень и очень хорошечно. Тогда мы сможем, в принципе, поражать его на удержание какой-нибудь важной точки и, соответственно, выиграть замечательную каточку. Так что давайте. Работаем, ребяточки, работаем. Шесть минут до конца. Вроде как мы уже выигрываем, но пока что это не столь сильно уверенно. Ладно, прожму здесь овердрайв, дабы уверенно хороизитку слить. И здесь мы можем сразу проконтролировать еще одну точку. Главное, чтобы на меня тоже кто-то ехал. О, я, кстати, сейчас двум типам сверху даю статус дополнительный и хпшку. Это, конечно, хорошая польза. Так, этот хитрый молодой человек. Думает, что я от него уеду. И он здесь будет наваливать. И вот, видите, еще один плюс. Например, Титан, видели, подъезжал с овердрайвом, да? Я сразу ему хоп, подаву сверху, накидываю, и все. И он не может прожать свой овердрайв, пока я жив. Можно, конечно, там на откате назад сделать так, чтобы я не смог дотянуться до него и там прожать. Но ты уже выиграешь дополнительное время. У тебя будет уже выигрышная более позиция. И за счет всего этого ты будешь уже иметь некое преимущество, да? Даже если противник прожмет овердрайв. Он уже будет не в самом лучшем позиции. Ну, если, конечно, не обращать внимания на овердрайв мамонта, да? Там, например, на том же мамонте можно просто назад откатку дать, где нету статуса подавления. И просто влететь в кучу, да? Если у тебя там ловкач какой-нибудь или кризис, с нетры можно очень-очень быстро, жестко, плотно залететь. Так что как-то так. Но у нас 4 минуты до конца с небольшим. Падают елки тут периодически на карте. Но мы проигрываем бой. И это не есть хорошо. Я делаю акцент все так же на эту самую замечательную точку. Потому что понимаю, что сейчас противник потихо будет на нее пушить. Ух, 3 даже противника пушить на нее. Ну, а мы будем просто... Просто будем контролировать эту точку. Пусть ей... Чем больше, тем лучше. Офигеть. 3 крита вылетело у меня с фреза. Это очень не кисло. Так, у нас 3 точки под контролем за 4 минуты до конца. Очень неплохо. Давайте еще добавочку. Давайте еще добавочку. И сейчас где-нибудь что-то, что-то так. Хоп-хоп. Прятался. Хоп, пикнул. Хоп, сюда добавку. Оп-оп-оп-оп. Уехал. У меня даже расходки нет. Но и одна точка под контролем, к сожалению. К сожалению, одна точка под контролем. Под контролем одна точка. Все точки у нас потихо скручивают. Так, ДДшку я, конечно, с респа, наверное, зря прожал. Но, ладно, сейчас ДДшечку переключимся. Здесь попробуем уже уничтожить. Вот, я сейчас, получается, по типу. У него был на хоре Жиге, была ДДшка и был крит урон дополнительный. Но при том, что я играю на фрезе, я сразу ему сбил эту ДДшку. И плюс еще дополнительно отключил его дрон. Я, правда, не заметил, какой у него там дрон был. Но факт того, что я его отключил, это очень жестко. Так, ну я продолжаю контролировать эту точку. Овердрайв уже прожимать не буду. Да, ставлю овер под конец боя. Не вижу особо смысла здесь сейчас поражать ей своего овердрайва. Просто закрываем зону. Стараемся нанести как можно больше урона. И надеемся на то, что хоть еще одну точку какую-то наши союзники будут контролировать. Если я буду держать вот эту замечательную, то, ну вот, по итогу, может быть, у нас все вместе с вами то и получится. Так, купол прожимает титан. Это его последний купол. Больше у него куполов не будет. И нужно просто сейчас врываться в эту замечательную точечку. Так, сейчас у него купол должен скоро пропасть. Я как раз прожму всю расходочку. Оп, купол спал. Ну, теперь уже можно и влетать. Забираем точку. И главное, чтобы наши тиммейты просто какую-то еще контролировали. Если они законтролят какую-то еще, и я просто до конца продержу эту, то это будет очень хорошо. То есть на двух точках мы 100% выиграем катку. Противник, если даже упарывается, старается забрать, что-то выиграть. У него вряд ли что-то получится, если я просто буду жить на этой замечательной точке. Но тиммейты приезжают все сюда. Зачем вы едете сюда? Молодые люди, идите другую точку захватите. Я не хочу просто ехать. Но я понимаю, что на этой карте эта точка является самой такой труднозахватываемой. Та верхняя даже намного проще захватывается, чем эта. То есть за эту сторону довольно тяжело контролировать ту точку. Так, мне надо аптечка. Хорошо. Надеюсь, этих двух я точно придержу. Мы вернем сейчас точку. Но вот сейчас мне надо уже с респаувердрайв, по идее, прожимать. У меня точку отжимают, и мы летим вообще... Очень плохо летим. Очень плохо мы летим. Если честно. Очень-очень плохо мы летим. Такой счет меня не может устраивать. Одна точка у нас в нейтралке. Эту точку я точно забираю. 100%. Давай-давай, братанчик. Если что, я уже овердрайв могу смело жать. Но! Но! Но-но-но-но! Походу нам этого не хватит, да? Да, 24-30... 20 секунд до конца уже. Если даже я сейчас эту забираю. То, скорее всего, мы... Нет, мы уже не успеваем. Не успеваем. Чуть не до контроля. Ну, 1000 очков я набил. 40 килов для такого боя. Наверное, это неплохой результат. Не сказать, что это прям великолепный результат. Но свою работу этот фриз выполняет. И я... Я... Я вам могу сказать... Что? 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 Что я вам могу сказать? Что я рад. Рад тому, что появляются такие устройства. Да? Кто-то, может быть, скажет, что оно чересчур жесткое. Чересчур сильно нагибает. И оно... Оно... Ну, такое... Неприятное. Да? Неприятное. Против него, типа, тяжело играть. Но... Я бы сказал вам так. Есть устройства, да? Которые... Хоть и выпадают с ультраконтейнеров. Но... От них пользы мало. Да? Они... Ну, что есть, что их нету. Есть устройства, которые... Наоборот, очень имбовые. И многие на них горят. То, что, типа, она сверх имба. И оно доступно только с ультраконтов. А это устройство... Оно не будет набирать сверх большого количества очков. Но... С точки зрения командного боя. Командного взаимодействия в матчмейкинге. Если вы будете играть в группе. Оно будет очень и очень полезное. Поэтому... Как таковой... Проблемы... Наверное, она большому количеству игроков не принесет. Но... Польза... Польза то самое. Что нужно нормальным устройствам. Оно будет давать. Поэтому как-то так. Поддерживайте, друзья, видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы ждете новые... Замечательные... Обзоры... С игровой тематикой. Также не забывайте, друзья, конечно же, подписываться на канал. Нажимать на колокольчик. Дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем... Пока.